Всем привет! Меня зовут Света. Большое спасибо, что заглянули ко мне на канал. Сегодня у меня снова видео, посвященное питанию и похудению, и приведению себя в форму. И сегодня у нас будет такой тест-драйв-день. Сегодня я хочу поизучать очень популярные протеиновые коктейли. Их у меня здесь 5 штук. Всякие разные, супер популярные, которые сейчас у всех на слуху. Вы 100% слышали про эти бренды, про эти коктейли. Так вот, сегодня будем их с вами изучать. И в конце этого видео выясним, какой из этих протеиновых коктейлей больше других отвечает нашему запросу. А запрос у нас какой? Хочется похудеть без вреда для здоровья, получше с пользой, и чтобы это не стоило каких-то космических денег. Сразу говорю, что здесь нет спортивного питания. Все коктейли функциональные, а задача функционального коктейля просто мягко поддерживать наш организм, насыщать полезными веществами. И самое важное, это утолять аппетит и не давать набирать лишний вес. Обычно это достигается за счет белковой составляющей в каждом коктейле. Так что сейчас выясним, с какими из этих коктейлей нам по пути, а с какими не очень. И поехали. Итак, какие протеиновые коктейли будем сегодня с вами разбирать? У меня здесь есть коктейль Арифлейм, есть коктейль Гербалайф. Я не знаю, наверное, правильнее читается Хербалайф, но я называю Гербалайф, так как называли все в 90-х, потому что я ребенок в 90-х. Также у меня есть коктейль Энель, также у меня есть коктейль Гринвей и также есть протеиновый коктейль Фаберлик. И, в принципе, давайте по порядку и начнем. Итак, первый коктейль Арифлейм. Вот так вот он выглядит. Здесь картонная упаковочка и внутри просто вот такой вот пакетик, который я отрезала и оттуда себе порционно в шейкер набираю коктейль. Это, кстати, не очень как-то удобно, как по мне. В этом коктейле 21 порция стоит такое удовольствие 2120 рублей. И путем нехитрых вычислений получаем, что одна порция стоит 100 рублей. Из плюсов здесь довольно-таки низкий колораж, получается на одну порцию всего лишь 71 калория, что, в принципе, очень даже неплохо. Но такой низкий колораж достигается за счет довольно-таки простого состава. Белка тут всего 37%, при этом в коктейль входит протеин гороха, яичный порошок и белок и сухая молочная сыворотка. И также концентрат сыворочного белка. И, по сути, здесь ничего такого особо значимого и полезного больше нет. Вот только есть клетчатка сахарной свеклы и также подсластитель сукролоза. Надеюсь, правильно читаю. И, как по мне, за такой скромный-скромный состав цена, мягко говоря, высоковата. Не знаю даже, на чем она строится. Так что вот так вот. Поехали дальше. Теперь у нас на очереди знаменитый Гербалайф. Вот такая вот довольно-таки приятная баночка с крышечкой. Пользоваться этим коктейлем, как по мне, удобнее, чем предыдущим. Потому что предыдущий вообще никак не закрывается. Это как-то, ну, вообще неудобно. Этот коктейль стоит 1630 рублей. Здесь тоже 21 порция. Если все поделить и правильно посчитать, то получается примерно по 77 рублей за порцию. Теперь по энергетической ценности. В одной порции коктейля содержится 92 калории. Да, это повыше, чем у предыдущего коктейля. Но, в принципе, тоже вполне себе ок, учитывая, что и цена здесь ниже. Но, в принципе, на этом радости этого коктейля заканчиваются. Потому что из белка здесь всего лишь только соевый белок. То есть у предыдущего коктейля в этом плане все-таки поинтереснее был состав. Здесь вот просто соевый белок. Сам по себе соевый белок ничем не плох, ничем не страшен. Он поддерживает работу щитовидной железы. Он является антиоксидантом. Просто, как мне кажется, для полноценного протеинового коктейля это уж как-то совсем скромно, что ли. Ну, только соевый белок. Также здесь нет коллагена. Но зато, в принципе, есть довольно-таки неплохой витаминно-минеральный комплекс. Так вот, сейчас буду вместе с вами вчитываться. Получается, здесь есть витамин С, витамин Е, витамин В5, витамин В6, витамин В1. Также есть фолиевая кислота, витамин В7, витамин В3, витамин В12. Есть, получается, пребиотики. Инулин и цитрусовый пектин, обеспечивающие нормальную работу вашего желудочно-кишечного тракта. Но, к сожалению, здесь нет никаких компонентов, которые бы способствовали похудению. Или, например, которые бы как-то купировали наш аппетит. Здесь, как ни странно, наоборот, на втором месте находится фруктоза. А фруктоза – это самый настоящий сахар. И это очень странно, что в протеиновом коктейле, который рассчитан на то, что мы будем с помощью него, ну, пусть не худеть, но хотя бы не набирать вес, содержится фруктоза. Вот, как бы выводы делаете сами, но это ай-яй-яй. Теперь очередь коктейлей Enel или Enel. По-разному все называют. Я думаю, все знакомы с этим брендом, потому что, мне кажется, каждого пытались завербовать в консультанты этого бренда. Поэтому у всех такое какое-то двоякое отношение. Но, в целом, давайте отбросим все предрассудки, вот чисто в составе покопаемся. Стоит такой коктейль 1980 рублей. Здесь 15 порций, и получается, что одна порция стоит 132 рубля. Пакетики вот такие внутри по 30 грамм. В принципе, очень удобно брать с собой. Реально, где угодно вы можете такой коктейль развести, если вас голод прижал. Итак, теперь давайте углубимся в состав. Буду подглядывать, потому что уже все цифры у меня в голове смешались. На одну порцию сухого продукта приходится 110 калорий. То есть, 30 грамм коктейля это 110 калорий. В принципе, это довольно-таки неплохо, потому что сегодня это первый коктейль, в котором содержится 50% белка в составе. Состав здесь, правда, написан настолько мелко, что это, наверное, только людям прям с каким-то соколиным зрением надо читать. А я, как назло, без линз и без очков, но все равно вам прочитаю. Что здесь в составе? Изолят соевого белка, концентрат молочного белка, концентрат сыворочного белка. И вот за счет этого как раз-таки и достигается такой высокий уровень белка в составе. Также я здесь поизучала состав спинсне практически, и коллагена, к сожалению, здесь тоже нет. И сразу поясню, почему я так заморачиваюсь насчет коллагена. Потому что, во-первых, коллаген это наши хрящи, наши сухожилия, наши кости. Но также, что очень важно для девушек особенно, коллаген это наша красивая кожа. Поэтому у меня на коллагене пунктик. Но зато здесь, в принципе, с витаминами все довольно-таки неплохо. Есть витамин А, Е, С, Д3, В1, В2, В5. Также из минералов есть кальций, калий, фосфор, магний, цинк, железо. И много-много-много-много чего еще полезного и интересного здесь есть. То есть, действительно такой хороший состав. И ура! Здесь есть похудательный ингредиент. И для этих целей Энел использует экстракт грифонии. Он помогает снижать аппетит, как бы купировать и подавлять его. И также он помогает снижать уровень стресса. И за счет этого мы меньше обжираемся. Также здесь в составе есть пребиотики. И нет никаких вредных, опасных сахаров. Так что Энел в этом плане прямо большие молодцы. Единственное, что смущает, это довольно-таки высокая цена. Учитывая, что здесь всего 15 порций, а не 21, как в предыдущих коктейлях. Следующий наш коктейль это коктейль бренда Greenway. Вот в такой коробочке он продается. И там внутри находятся вот такие вот пакетики. Всего 10 пакетиков. И получается, что коробка стоит 1280 рублей. И если поделить на 10, то 128 рублей получается за порцию. Не дешево. Но здесь есть еще один огромный-огромный нюанс. В одной порции, увы, 220 калорий. Это просто дофига. Ладно, я не буду охать. Белка здесь 38%, как и в Herbalife, если не ошибаюсь. И здесь получается изолят соевого белка, концентрат сыворочного белка. Что еще? Из витаминов вижу витамин D, витамин E. Как-то по витаминам совсем простенько. Зато вижу и нулин, и пектин. Это пребиотики какого-то особого компонента, который помогает худеть. Не вижу. Но в конце вот вижу здесь подсластитель. Сахаринат натрия и цикломат натрия. То есть сахара здесь нет. Ну и как бы все. Наверное, самый большой минус коктейля в том, что если вы хотите худеть, то он сильно калорийный для этих целей. И переходим к нашему последнему коктейлю. Это коктейль Faberlic. У меня вот такой вот с ягодами. Так что это за ягоды? Это, наверное, смородина. Этот коктейль выглядит как настоящий спорт пит. Во всяком случае, здесь есть удобная, надежная зип-упаковка. И внутри есть вот такая вот мерная ложечка, чтобы отсыпать необходимое количество, равное одной порции. Здесь, кстати, 15 порций. И в одной порции получается 98 калорий. Это очень даже неплохо. И что по цене? Если брать со скидкой, то получается 1440 рублей. Около того. И за 15 порций это получается довольно-таки неплохо. И самый большой плюс этого коктейля, что здесь 53% белка. Больше, чем в каком-либо из тех, которые мы сегодня с вами изучали. Углубляемся в состав. Здесь изоляцию белка, концентрат молочного белка, концентрат сыворочного белка. И эти ребята единственные, кто добавили в состав коллаген. Так что, в принципе, можно пить коктейль, худеть и хорошеть. Во всяком случае, для кожи это прям большой плюс. Зарываемся дальше в состав. Если по витаминам. Здесь витамин С, ниацин, витамин Е, витамин В6, В1, В2, фолиевая кислота, биотин, витамин В12. По минералам магний, калий, кальций, цинк, железо, хром, йод, фосфор, селен, кремний. Так, теперь что по ингредиентам, которые должны помогать нам худеть в процессе употребления этого коктейля. В этом плане здесь все хорошо, потому что здесь есть конъюгированная линолевая кислота. Она помогает нам сжигать жиры и активизирует обмен белков в организме. И тем самым помогает им легче усваиваться нашим организмом. И если прям совсем-совсем грубо, то эта кислота косвенно влияет на состав тела и помогает нам избавляться от жировой массы. Так, что здесь еще у нас? Есть пребиотики пшеничные волокна, волокна какао и нулин. Сахара здесь никакого нет, зато есть подсластитель сукралоза, вполне себе нормальный для того, чтобы коктейль было вкуснее пить. И также здесь есть такие надписи без ГМО, без сахара, без глютена. Мне кажется, за свою стоимость самый адекватный и самый такой разнообразный состав наполненный. Собственно говоря, то, что мы вначале обсуждали, мы искали функциональный коктейль, чтобы у него был хороший состав, чтобы он помогал нам худеть. И поэтому в нем должно быть маленькое количество калорий. И также коктейль должен уметь держать наш аппетит под контролем. И третье, что немаловажно лично для меня, коктейль должен быть по адекватной цене. Мне кажется, вот этот вот коктейль от Фаберлик отвечает всем этим требованиям. И что также очень для меня важно, этот коктейль приятный на вкус, и его реально приятно пить. Это такой классный перекус, который совершенно не обредит моей фигуре. Так что вот такой вот у нас сегодня разбор коктейлей. Получился тест-драйв. Выводы, конечно же, делайте сами, все на ваше усмотрение. Но я, в принципе, вам свое мнение озвучила и рассказала, что не очень, а что очень даже. Я надеюсь, что вы приятно провели время, что вы не заскучали, что вам было интересно и полезно. Если у вас остались какие-то вопросы, или, может быть, вы хотите где-то меня подкорректировать, если я вдруг ошиблась, то не стесняйтесь, обязательно оставляйте свои комментарии. Они будут полезны и мне, и остальным зрителям моего канала. Также вы можете оценить это видео пальчиком вверх или пальчиком вниз. В зависимости от того, понравилось оно вам или нет. Это большая просьба любителей какого-то определенного коктейля. Не ругайтесь другими любителями других коктейлей. Давайте жить дружно и мирно. И да, огромное спасибо, что были со мной до конца. Помните, что вы самые лучшие. Вам всем желаю отличных фигур. И до встречи в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok